Трактата Брахот 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 Учимся с вами, не столько торопимся, сколько делаем постоянно, на постоянной основе, для выполнения заповеди Торы, получая за это награду, грядущую в жизни. А они ничего не получат, потому что они ее оставили. Они тоже бегут, но бегут к пустому. Есть другое соображение, другое толкование, другой дыраж. Дело вот, смотрите в чем. Пока ученые люди, Тулмидей Хахамин, занимаются своими делами, учат Тору, преподают ее, в доме учения. Так считается, такой взгляд иудаизма, Торы, пока они это делают, стоит и процветает весь мир. Все существует благодаря тому, что евреи Торы изучают Тору. Люди имеют работу, есть работа, они безработицы, получают за нее достойную плату, деньги идут по делу, а не на дань богачам, правителям. Совершаются сделки, люди получают выгоду, все довольны, сыты и счастливы, так я скажу. Сыты и счастливы. Хотя каждый волен думать, что сам он добился своего собственного успеха, своими руками, своим трудом. Это не совсем правильно, в Торе об этом написано, как не надо думать. Но люди склонны так думать. Чем больше они внесут в своих сил и усилий, тем больше будет у них успех. Но все это из-за того, что люди учат Тору, ученые-мудрецы учат Тору. Если ученые Торы оставляют свои занятия, мир рушится. Все это благополучие, все это исчезает. Поэтому можно сказать про ученого, что его занятия, они имеют исключительную оценку. Они исключительны. Мы бежим к грядущему миру, в отличие от простых людей, которые не поддерживают своими трудами, своими усилиями этот мир. Вот о чем здесь было сказано. После чего мы говорили, перешли ко второй части нашего урока. О том, что сказал Раби Элезер своим ученикам, которые пришли навестить его во время болезни. Так было написано. Тану Рабанан, это значит Барайта, учили наши мудрецы. Слова эти выучили, отчеканили, прям записаны, как камни. Кшахала Раби Элезер Ниханасут Талмедаф Левакро. Когда заболел Раби Элезер, то пришли навестить его ученики и сказали Рабейну, научи нас, пожалуйста, такому поведению, чтобы мы в результате удостоились улам-абба. Так я просто вижу по этому тексту. И он им сказал, что нужно сделать несколько вещей. Будьте осторожны и очень щепетильны в каводе, в оказании уважения другим людям. У других людей, да, у других людей. Это первое правило. Второе было правило. Приучите детей к правильному пониманию Торы. И еще сказал, и мало того, что пусть еще дети обитают между мудрецами. Там сидят между коленями. Между коленями все сядут на лавке, да, в доме учения. Дети, маленькие дети, пускай сидят прямо на полу. Рядом с мудрецами. А также молясь, надо знать, перед кем ты стоишь в своей молитве. Здесь мы все это проходили. А только такое замечание. Не надо все-таки идти к правильному изучению Торы, чтобы не понимали ее буквально. Потому что в Торе многое требует толкования, драж. И вот пренебрежение к толкованию может привести к чему? К тому, что человек начинает отрицать Тору. Этого не может быть. Раз в Торе написано глупостью, значит, мы ее оставим. Не дай Бог. Такие случаи известны. Еще один такой момент. Дело в том, что Раби Лезер, о котором здесь было сказано, и он заболел, к нему пришли ученики, он вообще-то жил в эпоху, когда еще не было караимов. Были уже караимские идеи. Да, и еще во времена второго храма, когда требовалось буквальное прочтение Тора без всяких устных законов. Были такие люди. И Саддуки. Саддиким, да. Короткий перевод. А главное, что караимы появились позже. Во времена Раби Лезера не появились. Но интересная мысль. Но во времена толкователей Торы, которые писали комментарии на это, караимы были. И они уже усмотрели в выражении, не делайте так, чтобы ваши дети увлекались только письменно за счет устной Торы, видели, конечно, выпад именно против караимского движения и течения. И еще было сказано, что пускай дети обитают между мудрецами, между коленями. Вот некоторые сказали, что здесь присутствует указание на то, что дети, пускай дети будут среди мудрецов. Вот видите, на полу же они сидят дети. Они не понимают этих ученых разговоров. Они не умеют не читать. И говорят они слово плохо. Но они, пускай будут среди мудрецов, чтобы они учились чему? Правильному поведению. Медот еще. Качество этого человека они воспринимали. Среди правильных людей, которые ведут себя достойно. Но, тем не менее, между коленями. А именно, чтобы они не были на одном уровне. Не на голове у мудрецов. Не на скамейке рядом с ними. Там было написано, что Что они равны с мудрецами. Подходите с ними. А я знаете, с кем я учился? С раби Лезером Беназария. И так он здравствует. Раби Лезером Беназария. Как дела? Не дай Бог. Нужно знать дистанцию. Поэтому было сказано, что у них должна вырваться привычка. Должна вырваться ее, должны привычить. К тому, что у них не должна вырваться привычка запонебратского отношения к мудрецам. Вот, сегодня мы продолжаем эту же примерно тему. А именно, с чем закончили? Знай, перед кем ты стоишь во время молитвы. И вообще, перед кем ты живешь. Всю твою жизнь он видит. И сейчас переходит к высказыванию Гемара другого мудреца. И это будет Раби Йоханан Бензакай. Сейчас мы начнем это читать. Который сейчас скажет, что не знаю, куда меня после смерти поведут. В рай или в гигенон. Начинаем читать. Значит, та была Барайта. Здесь вроде бы не написано, что это Барайта. Но написано, переходит такой. В, А, И, когда. А вот когда, то-то, то-то. Укшехала Раби Йоханан Бензакай. А когда заболел Раби Йоханан Бензакай. Там было сказано, когда заболел Раби Лезер. А тут сказано, а когда заболел. Может быть, это и продолжение. Извините. Когда он заболел. Нихносуталмедав. Левакро. Зашли его ученики навестить учителя. Это вообще. Несколько уроков. Просто мусар. Сплошной мусар. Этика. Нихносу зашли. Талмедав. Талмедим ученики. Талмедав его ученики. Левакро. Левакер. Ото. Навестите его. Потому что Бикурхолима не устроили. В. Кейван Шера А. О Там. Идхилливкот. Кейван Ш. Это на языке Талмуда. Сейчас это из-за того, что на языке Талмуда. Это будет. Когда увидел. Кейван Шера А. А когда он увидел. О Там. Их. Идхилливкот. Начал плакать. Это все еврейский язык. Это не Арамит. Кейван Шера А. О Там. Идхилливкот. Амрола Талмедав. Сказали ему его ученики. Начал плакать. Вот маленькое замечание. Важное замечание. Он заплакал, когда их увидал. То есть, пока их не было. Сам Талмуд пишет. Он не плакал. Они зашли, он заплакал. Почему? Есть несколько объяснений. Одно из них. Это Лев Лиягу. Лев Лиягу написано. А. Лев Лия. Так написано. Он отвечал за их воспитание. Он был их учителем. Он вообще был учителем всего поколения. А тут еще зашли его ученики. Он отвечал за их воспитание. И поэтому заплакал. Потому что он не знал. Выполнил ли он заповедь их воспитания до конца. Не будут ли ему вменены их ошибки и прегрешения. И он заплакал. Так или иначе. Он заплакал, наверное, для чего? Для какой-то цели. Как скажете? Вообще, человек не плачет для какой-то цели. Заплакал, заплакал. Тогда бы не было бы рассказов Талмуде. А раз так, то они его и спросили. Что за цель нашего учителя? Что он плачет? Смотрите. Амруло Талмидав. Сказали ему ученики. Вот если сейчас мы не будем читать, а просто подумаем. Что им сейчас могли сказать? Ну, что угодно. Ну, а сначала они ему сказали. Великие раби. Великие раббейну. Смотрите, что они сказали. Нер-Исраэль. 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 Светоч Израэля. Амут. Аямини. Правый столб. Или столб. Десницы. Правой руки. Патиш. Эхазак. Сильный. Патиш. Молоток. Молот мощи. А потом они уже спросили. Почему плачешь? Вот каким он был великим человеком. Светоч Израэля. Нер-Исраэль. Светоч. Ну, это свеча. Раша пояснил. Он освещал лица мудрецов. Освещал. Через Алиф. Тут написано через Айна. Ошибку мы нашли сегодня сыном. В комментарии. Освещал. Был светочем. Хорошо. Второе было сказано. Стоп. Силы. Они дали ему три характеристики. На трех основаниях стоит мир. Дали три характеристики. Первое. Освещаешь лица мудрецов. Ты, Светоч. Ты, Руководитель. Маяк, сейчас бы сказали еще, да? Тот, что светит. Не берет в себя, а освещает. Столб силы. Амуд Аймини. Тут интересный комментарий. Сейчас мы еще дойдем до молота мощи. Но сначала про Амуд. Что такое Амуд? Написано на самом деле. Амуд Аймини. Это правый столб. Амуд Аймини часто говорят. Десница. Правая рука. Столб. Колона. В храме. В храме. В Иерусалимском храме. Когда его строил царь Шломов. Так написано в книге Малахим. Первая книга Малахим. Седьмая глава. И все стихи с 15 по 22. Я сегодня посмотрел. Только в 21 написано название этих столбов. В храме. Он установил две медных колонны. Два столба. Правая называлась Яхин. Левая Боаза. Чтобы далеко не ходить. И вам показывать. Я вам их прямо сейчас возьму и покажу. Не надо показывать. Берете талмуд. Мне запрещает вот здесь работник. Он говорит. Ничего не увидите. Любой талмуд, который у вас есть. Открываете первую страницу. И там обязательно. Любой талмуд, а здесь вот нету. Что это значит, что нету? Где мы-то есть? Ввод есть. На первой, на обложке. На обложке уж точно есть. Два столба. А сверху очень красивые. Здесь, если везде есть. Это называется вход в храм. Правый столб называется Яхин. Левый Боаз. Так вот. Они везде рисуются. Ученики Раби Йоханана Бензакай назвали его правой колонной. Столбом, на котором держатся здания всей Торы. Храм. Правая сторона считается более сильной, чем левая. И так написал Раши. Поэтому назван был правой колонной. То есть, они сказали, что ты Яхин. Почему? Потому что... Можно отсюда показать, да? Это можно показать? О, давайте, пожалуйста. Вот смотри. А ты посмотри. Видно ли там? Видите, да? Сейчас видно. Две колонны. Это не что-нибудь, как, знаете, пол. Заглавие Талмуда. Масехат. Вот написано. Псахим написано. Вот столб и вот столб. Так полагаю, что это левый столб. А дальше там еще и другие в перспективе нарисованы. Вот эти два столба обязательно здесь будут. Вот тут друбировка. Очень красиво. Это Вильнюсское издание называется. Большое вам спасибо. Здесь просто не так видно было, поэтому мне понесли другую. Вот они его назвали столбом Торы. А дальше сказано Патиш Хазак. Я так много останавливаюсь на этом, потому что, ну, этим же занимались, комментировали же наши комментаторы это. Значит, это тоже важная вещь. Значит, тоже входит Талмуд. Талмуд написал. Патиш Хазак. Это не что иное, как, я бы сказал, художественный образ, говорящий о силе учения. Так сказано, разбивающий скалы. Раш написал. Дробит скалы. Другое объяснение. Не то, что это сила Торы. Здесь другой подход. А именно, как от молота, от молота, серьезного молота, который разбивает камни, летят искры, сидело в искрах, так и постановления Раби Юхана на бен Закай расходились по всем общинам еврейского мира. Поэтому назван был Патиш Молот. А Маэрша дал третье объяснение. А он все объяснил по-своему. Свеча Израиля – это не что иное, как величие праведника в его заповедях. Так написано в Мишле, 6 глава, 23 стих. Заповедь – это свеча Торы. И они назвали его свечей Торы. Столб десницы правой руки – это не что иное, как опора мудрецов своего поколения. Тоже непростой образ. А почему? Дело в том, что Раби Юхана на бен Закай спас очень многих евреев от уничтожения, когда уничтожался Римлянами в Иерусалим. Храм сжигался. Помните, он вышел к Веспусиану и попросил его, что? Он так ему сказал. Он ему сказал, и мы об этом еще, может, говорить будем. Конечно, в конце, в самом конце еще, скажем, он сказал, дай мне, он говорит, что ты попросишь, я тебе дам. И он сказал, дай мне явно город, вот его не уничтожает этот город, недалеко от Иерусалима, относительно, и мудрецов ее. Так он спас Сангедрин, он спас самых крупных мудрецов. Это называется столб десницы, главная такая сила. Плассильный молот – это что? Указание на уровень знаний Раби Юхана на бен Закай. И сейчас они к нему обращаются и говорят, мипнейма ата бухэ. Здесь один только минус. Смотрите, они говорят ему ты, а мы-то говорили, что нужно говорить он, да? Почему Раб плачет? То есть пришли ученики его, но крупнейшие раввины. Это самые крупнейшие раввины той эпохи. Ипнейма ата бухэ. Амар лагем сказал им Раби Юханан бен Закай. Он сейчас скажет длинную фразу, которая вошла в отцар собрания жемчужин высказываний еврейского, мудрости еврейского народа. Так он сказал. Длинная фраза, сейчас мы будем переводить. А простая. Илу лифней мелых басар в адам аю мулихин оти. Илу, если бы лифней мелых басар в адам к царю смертному. Басар в адам – это мясо и кровь. Назовется смертный. По-русски смертный. А на еврейском басар в адам. Не говорят адам. Говорят басар в адам. Лифней мелых басар в адам. Лифней – это перед. В данном случае к. Если бы меня мулихин оти. Если бы меня ведут. Он в настоящее время не говорил. Мулихин – это слово. Ла леха – это вал мифиль. Да. Мулихин – тащут. Если бы меня ведут, повели на суд к смертному царю. Слова «суд» здесь нет. Понятно, что на суд. Что вот он какой. Смотрите. Ше Айом Кан Умахар Бакэвер. Который сегодня. Ше, который Айом сегодня. Кан здесь, в этом мире. Умахар, а завтра Бакэвер. В могиле. Ше Им Ко Эс Алай. Такой царь, который. Если он гневается на меня. Других царей не бывает. Смертный царь. Что если он гневается. Эйн Ксао Каасолам. То его гнев не вечен. Когда-то он остынет. Ну и помрет и остынет. Снова не вечный гнев. Ве Им Ос Рени. Ос Рени. Али в самых. Если он меня заключает в темницу. В тюрьму заключает. Ве Им Ос Рени. Если он меня сажает в тюрьму. Эйн Исуро Исур Олам. Его заключение. Меня. Его. Преддача ему. Оно не вечно. Не навечно. Ве Им Мамитени. Мамит убивает. Слово Мамит. Мамит. Смерть. Ле Амит убить. Махаэ Мамитим. Да. Какая преселышняя. Он и оживляет. И убивает. Ве Им Мамитени. Если он у меня умершвляет. Можно. Комментарии пишут. В этом мире. Смертный. Царь. Может убить человека. Лишить его жизни. Только в этом мире. Була Амаза. Есть другой вариант. Приговорит к смерти. Есть такой же вариант. Редкий. Если меня умершвляет. Эйн. Митато. Митато. Лам. Эйн. Не. Митато. Его смерть. Смерть от него. Митат. Олам. Она не является смертью навеки. Почему? Потому что есть грядущий мир. Ваани. Ихоль. Лифайсо. А я могу его примирить. То есть успокоить его. Гнев его затихнет. Умеет делать. Бедварим. Словами. У. Лишахдо. Лишахед. Шохед. Это взятка. Лишахдо. Бемамон. Или подарком. Это называется имущественной взяткой. Взятки бывают. Просто пообещать что-то. Это словами. А дать ему что-то. Лишахдо. Бемамон. Мамон. Это имущество. Чем-то материальным. Я могу это сделать. Есть упрямые цари. На своем будут стоять. Ну значит вопрос цены. Не больше не меньше. Где-то их можно обнаружить. Что он уступит. И несмотря на то что земной царь обладает всеми этими характеристиками. Сейчас он меня может убить. И гнев жуткий у него. Многое. Что страшно. Афальпи хэн. Айти бухэ. И все равно. Афальпи хэн. Несмотря на это. Айти я бы бухэ. Плакал. Те, что меня сейчас спрашивают. Почему я плачу. Когда я сейчас встану перед царем всех царей. Вот о чем я сейчас сказал. Почему я испугался. Вы приговоры. Это смертного царя. И продолжает. Вахшав. Но сейчас. Шамулехин. Оти левны мэлых. Малхэ гамлахим. Шамулехин. Когда меня ведут. Тачат. Оти меня. Левны мэлых. Малхэ гамлахим. Насут. К царю. Царственных царей. Три раза царь. Обычно переводят царь царей. Да? По-русски. Достаточно. Акадуш. 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 Боругу. Святого. Всевышнему. Шагу. Хайвы. Каям. Леолам. Улелмэй. Уламим. Который. Шагу. Который. Живой. Жив. Векаям. Существует. Леолам. Улелмэй. Уламим. Тоже три раза написано о том. Что. Вечно. На вечность. Вечный он. Ша им. Ко эс. Алай. Что если он гневается на меня. Разгневался на меня. Каас. Каас. Олам. Его гнев. Вечный. Ва им. Ос. Рени. А если он меня. Заключает меня. Кстати. Мир. Причем. Что такое заключает меня. Где он может заключить. Заключить. Егеном. Заключить еще. Что бы он не сделал. Какое заключение. Лишение. Свободы. Передвижения. В главном. В ведущем мире. В этом мире. Ис. Ро. Ис. Сур. Олам. Это вечное заключение. Нельзя ничего. Отменить это. Постановить. Воздействовать на его постановление. Так. Чтобы это отменить. Ничего не получится. В им. Мамитени. Если он умерщвляет меня. То есть. Приговаривает меня к смерти. Во всех мирах. Митах. Митат. Митат. Олам. Это смерть навеки. Вни. Ихоль. Лифайсо. Вайни. Вайни. Я не могу. Вни. Ихоль. Я не могу. Лифайсо. Пис. Это мир. В том случае. Лифайсо. Успокоить его. Примирить его с собой. Бидварим. Словами. Вло. Лишахдо. Бэмамон. Это очень интересная фраза. Называется. Лифайсо. Бидварим. А. Валишахдо. Бэмамон. Это два разных действия. Глагола. Ничего я с ним не могу сделать. То как мне не плакать. Я там буду плакать. Перед смертным. А здесь. Перед вечным. Царем всех царей. Я не буду плакать. Кстати. Может почему-то эта фраза. Что значит. Нельзя его примерить в словах. Ну. Потому что в грядущем мире нет. Нельзя. Покаяться в молитве. Искать больше не буду. Там нет молитвы. Или совершить нужные действия. Чтобы показать. Что ты сделал тшуву. Какие действия. Кстати. Между прочим. Могут быть. Чтобы показать. Что ты совершил тшуву. Здака. Так сказано. Мишли. Да. Здака. Спасая от смерти. Здака. Там нет здаки. Совершить молитву. Или заповедь. Здаки. Может только в этом мире. Есть еще другое объяснение. Да нет. Здесь может быть. Можно сказать. Что речь идет о молитве. В этом мире. А в этом мире. В этом мире. Его же можно уговорить. Чтобы он убрал что? Рэб Мариин. Чтобы он убрал. Гзира. Какая-нибудь. Да. Ну. Плохое. Посновление суда. Надо мной. Оказывается можно. А тут сказано. Нельзя ничего сделать. Почему нельзя его. Лефайсо. Бедварим. Можно. Рассказано о том что. Нет. Есть большая разница. Когда я уговариваю царя земного. То никто не требует у меня. Что бы. Он может требовать. Но ничего не получится. Чтобы у меня была такая кавана. Искреннее. Желание. Осуществить все что я ему говорю. Потому что я действую из страха. Он меня сейчас собирается убивать. А перед Всевышним. Никакая уловка не пройдет. Нельзя будет его уговорить словами. Надо будет. Придется что делать. Сердцем. А здесь сказано про слова. Вело од. И не только это. Более того. Сказал. Раби. Йоханам. Бензакай. Вело од. Эла. Шиеш. Лефанай. Шнейдрахим. Он так сказал. Дело еще в чем. Вот. Передо мной. Шиеш. Лефанай. Есть передо мной. Шнейдрахим. Две. Два пути. Шнейдрахим. Я стою перед двумя путями. Перед двумя дорогами. Ахаат. Шельган Эден. Одна принадлежит райскому саду Ган Эден. Одна ведет в Ган Эден. В Ахаат. Шельгином. А вторая в преисподнюю. В Эни-йодэ. В Эни-йодэ. Эни-йодэ. Это называется. А я не знаю. В Эзе. Молехин. Оти. В Эзе. 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 Видите, наши мудрецы, комендаторы, все это было известно, как все это устроено. Идет суд, после которого праведника оставляют сразу в Ганн-Эден. Злодея вообще не пускают. Злодея, который можно очистить наказанием гигеном, помещают гигеном. Он не навечно. Вот любого человека за наказание могут в пределах 12 месяцев. Я не знаю, как отчитывается в духовном мире время наше. Может, там совсем другое время. Может, там этим миллионами идет, там все бесконечно. Не знаю. Так или иначе, он не знал, куда его сейчас поведут. Может, попадет в эту гигеном, в предисподнюю. Есть еще одна вещь. Почему Раби Ханан бен Закай не был уверен в том, куда он попадет после смерти? Нет, ну понятно, что есть такое указание, что и в Гире написано, и сам царь Давид говорил, если бы я знал, пойду ли я долиной смерти, да, Гейтс Алмават, за те прегрешения, которые я совершил. Но, разве можно вообще посомневаться полностью в своей праведности? Он был самый большой праведник еврейского народа. Что остальным тогда делать? Ответ на это так. Так звучит. Тоже Амарша привел его. Он сказал таким образом, чтобы не показаться своим ученикам гордецом, который уверен в том, что я не знаю, как вы, а я точно попаду в Ганеден. Чтобы этого не было, он их научил скромности в самооценке. Я себя оцениваю скромно, я не знаю, что с нами произойдет. И тем не менее, он ведь, обратите внимание, сейчас мы обратим внимание, в конце нашего урока, в конце его речи, ну, вторая речь и другая, главное, что это выйдет из его уст, он это скажет, он скажет о том, что его будет сопровождать перед судом, после суда. Уже умерший к тому времени, давно умерший, цархиския, хискияу, вот его будут провожать. Это означает, что он не полный задей, он знал об этом, это для того он сказал, и сказал, он же сказал об этом вслух. Чтобы ученики, не возникло у учеников подозрение, называется ерурим, подозрение на тему, ой, знают с собой гришки, в шкафу, наверное, скелет остает, и поэтому он не уверен, к вам попадет. Он знает, что попадет на куда нужно, его будут сопровождать левая небесная цархискияу, то есть, с ним все хорошо, но он просто не знает, что с ним случится, в каком пути его поведут. Рано или поздно в Ганне он упадет, потому что хиския просто так не придет. Об этом сказано в книге Зоар. Час смерти праведника провожают праведники, не только здесь на земле, но и на небе. А вот злодея никто не сопровождает, никто его не сопровождает. Это, как написал тоже, Марша. В ЛО и ФК, я не заплачу. Амруло, сказали ему, кто ученики. Рабейну, наш учитель. Бархену, благослови нас. Дай благословение нам. Он умирал. И они попросили благословение. Амар лагем сказал им, Раби Йоханан бен Закай. Такую фразу он им сказал. Иератсон. Вот прям так начинаются многие великие молитвы. Да будет воля Всевышнего, вот вам и это, и это, и это. Иератсон называется. Да будет воля с большой буквы. Всевышняя. Шетиге, чтобы был, воля Всевышнего, чтобы был, был. Мура, страх. Шамаем, страх перед небесами, аллейхем, на вас, в вас. Кэ, такой же, как Мура, басар вадам, как страх перед смертными людьми. Это настолько было неожиданно. Разговор идет о том, что сейчас человек умирает. Будет сейчас стоять перед судом Всевышнего. И вы сейчас будете судить Всевышнего. Он говорит, бойтесь людей. Как так бойтесь людей? Ну, здесь сначала первый вопрос. Очень простой вопрос, очевидный. Они сказали, дай благословение. И он сказал, я вас представляю, чтобы Всевышний сделал так, чтобы на вас был страх перед людьми, страх перед небесами, такой же, как страх перед людьми. Не ниже. Как? Это разве зависит от небес? Что Всевышний так сделает? Это Ерацон. Мы знаем такое правило. Все в руках небес, кроме страха перед небесами. Слышали такую фразу? Она, кстати, в нашем трактате. Только на странице Ламет Гиммел, на листе Ламет Гиммел, на второй странице, в 33-м листе. Боязнь греха зависит только от человека, а не от небес. Небеса не могут заставить человека, чтобы человек был праведником. А раз так, то возникает вопрос. Если так, то какая польза от его благословения? И если страх перед небесами зависит от самих этих людей, а не от его благословения? Чего они его просили? Ответ очень простой. Ответ такой. Мне очень понравился, у нас троумный. Вот если вы захотите, небеса вам помогут. От вас это зависит. Но без помощи небес все равно ничего не получится. Хотите бояться небес, попросите небес, попросите небеса, чтобы они помогли вас бояться небес. Об этом сказано было. Что? Попросите небеса, чтобы страх перед небесами у вас был, ну, такой же, как страх перед смертными людьми. Об этом написано в трактате Шаббат, 104 лист, первая страница. Кто пришел очиститься, небеса помогает ему очиститься. Кто просит ритуальной чистоты, того будет ритуальная чистота. Все зависит от твоего желания. Так или иначе, сказали, услышав все это, его ученики очень удивились, Амруло Толмедав, сказали ему ученики, откан, только это, откан такое выражение в современном ивритии. Вот до тех пор мы говорили, сейчас перерыв, все, точка, молитва кончилась, или там Акафот кончились, или передача наша по радио кончилась, откан. Или человек, например, что-то говорит о чем-то, говорит, откан. Дальше уже вступает область Слашон-Гара, начинается, откан. Дальше я ничего не буду говорить. А тут по-другому. Откан, только это, что нужно, чтобы страх перед небесами был такой же, как страх перед людьми, не больше? А где страх перед небесами? Нужно, чтобы он был выше? Если они знают, что он уже был выше, ничего не пришли. Сейчас ему рассказывается хедуш, большую новость. Амар Лагем сказал им Раби Йоханан бен Закай. Такую фразу он сказал. Ульвай. Ульвай. Сейчас, современным иврите, принято это арамейское слово поносить в другой форме. Альвай. Это ульвай. Да, это Бог. Тут в самом этом слове Бога не присутствует. Нет такого имени. Но по-русски другому не скажешь. Ой, хорошо бы. Ой, дай того. Все-таки просится, да? Ну, дай, это Бог, чтобы так произошло. Такое выражение, как спасибо. Такое выражение. Никого мы не просим спасать. Спасибо, Бог. Такое выражение. Дай Бог. Ульвай. Чтобы был такой же страх, как страх перед небесами, как страх перед людьми. Дай это Бог. Чтобы он был не ниже страха перед смертными людьми. И пояснил. Тед Ун. Знаете. Пояснение его идет. Простое психологическое прям мотивация психологических поступков. Кше Адаму Вер Авера Омер. Когда человек Кше, когда Адам Овер нарушает Авера, Авера это делает нарушение, совершает проступок. Омер он говорит сам себе. Болибо написано сам себе. Что он говорит? Шелоир Эни Адамы чтобы не увидал меня человек. Чтобы люди только бы не видели. Так мы берем. Когда он совершает проступок, он говорит ой, лишь бы никто не видел. То есть тем самым он скрывает свои поступки от кого? От людей. Но не от Всевышнего, о котором он прекрасно знает, что творец все видит, все знает. Он все видит. Так и вы должны говорить перед проступком лишь бы Всевышний меня не увидел. Видите? это означает, что не людей. Он не сказал бойтесь людей, но не бойтесь Всевышнего. Нет, бойтесь Всевышнего как людей. Вы же не хотите, чтобы он увидел человек, любой человек. Не хотите? Вы так говорите ой, я хочу, чтобы и Всевышний не увидел этого моего проступка. А он увидит всегда. И поэтому не делайте этого проступка. Логично? Совсем по-новому рассказано. Читаем дальше. Так вы можете уклониться от проступка. А теперь новый момент, прям эти три фразы в это же время, в другое время. Пока он умирал, может, другой заход этих учеников. Бешат птирато амарлаем. Бешаа в час, в данном случае, в момент птирато своей освобождения, своей смерти, Раби Ханан бен Закай сказал им амарлаем своим ученикам. Сказал такую простую фразу «Пану кэлим мипней гатума». «Пану» это очистить, фанот, кэлим, предметы, вынесите предметы, уберите предметы из дома мипней гатума из-за ритуальной нечистоты. Чтобы те предметы, которые приобретают ритуальную нечистоту, есть такие предметы, есть предметы, которые не приобретают, они не стали нечистыми из-за того, что они находятся в одном помещении с умершим телом, с мертвым телом. Какое есть выражение, известно. Вот вынести, сейчас выносите, чтобы потом они не стали теми предметы, потому что если с них начнут есть, кушать, пить, то человек тоже получит ритуальную нечистоту. И ему много нельзя будет делать, пока он не очистится. Вот пока есть время, выносите. Ну, такое странное желание, нормально, нормально, а вот комментарий на него. Он распорядился, чтобы они так, чтобы они не сказали следующую фразу. Наш умерший учитель был настолько велик в своей праведности, что предметы не могут стать нечистыми от присутствия его мертвого тела, его умершего тела. Раби Йоханан Бензакай не считал себя великим праведником и насчет предметов сказал, дать ничего не знаю, выносить их. Может, есть такое правило, но я не уверен, что оно сработает со мной. Это называется, он сказал о своей скромности, выносить эти предметы. Он думал об этом в час смерти своей. А последняя фраза это что-то, это просто просто прелесть. Послушайте. Осталось нам только шесть слов нашего урока. Он продолжает вынести все предметы в хину кисе лихискиягу мэлых игуда шебба. И добавил и приготовьте трон кисе для хискиягу еще минуту, две-три меня будет разговаривать. Лихискиягу для хискиягу царя иудеи который идет ко мне шебба который будет участвовать в травмной процессе. вот эта вот вещь совершенно удивительная сейчас скажу что это она причем царь хискиягу. Дело в том Саадия Гаон говорит что раби Йоханам бен Закай был прямым потопком царя хискиягу. Так написал Саадия Гаон. Это эпоха сразу же после составления Талмуда была. Он просто знал об этом. А вот есть еще несколько комментариев тоже удивительных. Есть такой комментарий послушайте. И хискиягу царь Мелых Хискиягу и раби Йоханан бен Закай оба они занимались тем что необычайно способствовали тому что Тор распространил спасавец еврейский народ среди всего народа. А именно про раби Йоханан бен Закай известно что он попросил у Веспасиана как мы говорили оставить в живых кого явно и мудрецов. А про царя Хискиягу сказано в трактате Санедрин 94 дав лист вторая страница что он насадил после отца своего зудкого злодея который запрещал изучать Тору убивал мудрецов его сын сделал за отца отшу он был праведником полным и везде насаждал учения и шивы и по его дни написано проверяли по всем этим хедерам домам учения для младенцев для маленьких тенокот для маленьких детей проверяли и не нашли от Дана до Бейршевы то есть из Израиля укладывается Дана это на севере северный Дан да в Галилее от Дана до Бейршевы ни одного младенца который не знают всех законов ритуальной чистоты это самые серьезные самые трудные законы были они не жизненные есть еще объясним видите они одинаковые были поэтому будут встречать кискея и еще есть такая вещь ну это самая интересная вещь может быть в духовном мире в Аламаба в духовном мире есть несколько групп величайших праведников еврейского народа так называется кат кисе можно назвать они сидят рядами напротив шхена что они там делают я не знаю есть ли там вообще действие шхена это присутствие всевышнего и они сидят перед шхеной и раби Ханан бен Закай входит в третью группу так написано в Ктубот так написано здесь я меня не привел нужно будет пустить Хагига так написано в Хагига девятый лист насколько я помню там написано что входит в третью третий кат Шлиши и Хиския царь Хиския Хиския тоже находится в этом кате и поэтому он встречает всех кто к этому кату к этой группе принадлежит есть еще одно упоминание то есть еще одно объяснение что означает упоминание царя Хиския который приводит раби Ханан бен Закан о котором говорит он который проводит который будет его сопровождать после его смерти такое объяснение дело в том что был такой человек Илель великий Илель мудрец который получил звание Носи первый человек который получил звание Носи духовно руководитель всего еврейского народа князь и происходил он по прямой от царя Давида Илель он был прямым потопком у царя Давида было много сыновей и внуков так вот он проходил был потомком был такой человек который звали Шфатья Шфатья он сын Авиталь Авиталь была вот он сын Авитали написано в Тубот 62 глава 62 лист самых Бэйд дальше звание Носи получали только прямые потомки Илеля только правило было никто другой не получал рождался несколько давали одному рождался несколько давали одному так было все вплоть до раби Шимона Бен Гамлиэля потому что когда он был убит римлянами его сын его старший сын рабан Гамлиэль из явной рабан Гамлиэль Акатан да был слишком мало он был еще ребенком и звание Носи получил раби Ханан Бензакай он получил а он не был потомком Илеля и об этом он и сообщает вот это упоминание царя Хискиягу потому что Хискиягу сам потомок царя Давида царская линия не имеет претензий к а придет Хискиягу скажет наша царская линия прямых потомков царя Давида не имеет претензий к тебе к раби Ханан Бензакаю Но дети последнего, твои дети, тебе не наследуют, потому что дети на си должны были получать звание, они тебе не наследуют, и поэтому ты первый в своем роде, это означает, приготовьте трон для Хискияу, царя Иуды, то есть передайте звание на си потомкам Елеля, а именно, кому подросшему Рабангам Лелю из Явны, Явны Акатан. Вот о чем он и сказал, он подумал о том, что будет после его смерти, он говорит, уберите отсюда предметы, он думал о людях, и у вас не будет этого поражения тумой, нечистотой, и еще, а мое звание передайте, пожалуйста, следующему Насе из рода царя Давида. Большое вам спасибо, на сегодня, в следующий раз, с Божьей помощью, мы начнем с Божьей помощью, следующую мишну нашей главы. Все хорошего, шалом, шалом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok